По нашим ощущениям, в два раза меньше стало требований со стороны России к Украине. Что нужно для того, чтобы эти требования исчезли вообще? Еще две недели ожесточенных боев на территории Украины? Вы знаете, мне очень сложно сказать, что происходит в голове у Путина. Я вообще считаю это полным безумием, что он не только преступлением, но еще и безумием. То, что он начал эту войну, никто в эту войну не верил, все считали, что он блефует. Но то, что Путин решил пойти войной против Украины, уничтожая дома, города, убивая детей, это просто до сих пор невозможно в это поверить. Поэтому какие там требования, я не верю ни в какие переговоры. Путин абсолютно сошел с ума. Я думаю, что единственное, что может остановить Путина, это, конечно, смелая украинская армия. Это жесткие санкции, которые сейчас вводятся против российской экономики. Они, поверьте, очень-очень жесткие. И я думаю, что граждане, во-первых, средний класс это уже почувствовал, а где-то в течение двух-трех недель их почувствует вся страна. Вот хотел вас об этом спросить. Вы говорите, что не знаете, что творится в голове у Путина, а что сейчас творится в голове у обывателя российского? Ну, опять-таки, что мы подразумеваем под словом «обывательный». Процентов 30 граждан – это образованный класс. Это те люди, которые давно уже себе даже VPN установили, получают информацию из интерната и все прекрасно понимают, что это война, Путин начал агрессию, Путин убивает людей. Они все прекрасно понимают и уже ощущают и стыд, и свою ответственность за происходящее. Еще где-то 30 процентов – это наша телезомби-аудитория, которая сегодня рассказывает такое, что даже просто стыдно говорить об этом. Спецоперация, освобождение украинцев от каких-то там фашистов – полный бред. С учетом того, что у нас тотальная цензура уничтожили все независимые СМИ, и сегодня нас заблокировали, по-моему, Инстаграм уже оставшийся, то для этих людей никаких других источников информации нет. И где-то 30 процентов тех людей, которые, в общем-то, не понимают, кому верить, потому что в интернете ты уже не найдешь ничего, телевизорам они вроде бы тоже не доверяют. И я думаю, что на этих людей как раз начнут скоро влиять санкции. Поэтому в голове бардак. Я не могу сказать, что нет таких россиян, которые поддерживают эту спецоперацию. Конечно, есть, но поддерживают не войну, а именно то, что им рассказывает наша пропаганда. Дмитрий, простите, пожалуйста. Дмитрий, 30 процентов – это 40 миллионов. Это как население Украины. Почему эти 30 процентов не в состоянии изменить будущее России, судьбу России уже сегодня? Потому что вы имеете в виду те, которые образованный класс. Потому что около 300 тысяч порядок такой уехал из страны. 15 тысяч задержанных только на акциях протеста. Но это меньше миллиона. Люди запуганы, введены, да, но достаточно напугать и жестко разобраться с одними, чтобы запугать других. То есть там точно такая же, чтобы понимали, точно такой же фашизм. Внутри страны уже пытаются девочек в ОВД. Сегодня я видел, что останавливают подростков и проверяют, что в телефоне, переписку, мессенджеры. Да, 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 да. То есть надо понимать, что когда я там звоню, говорят, что вы пойдете, не пойдете. Мы говорим, Дима, ну вот, а что нам делать? У нас здесь нет оружия, у нас нет армии, нет поддержки Запада. А против нас точно такие же вооруженные сотрудники Росгвардии. Но просто мирный протест больше не работает. Дмитрий, но у нас в 2014 году тоже не было оружия, тоже не было поддержки той, о которой вы сейчас говорите. Мы бились кирпичами, мы бились брусчаткой. Неужели на Красной площади нет брусчатки? У вас демократия, у вас элиты расколоты, у вас есть независимые мэры и губернаторы. У нас ничего этого нет. Никакого ни парламента, ни бизнесменов, ни элит. У нас четкая вертикаль, диктатура. Я сейчас не оправдываю. Да, но у вас есть 30% сведомого, сознательных людей, которые понимают, что происходит. Ведь на самом деле это очень много, это немало. У вас есть громадные просторы, где можно спрятаться. Простите мне, что я вам об этом говорю. Вы это прекрасно лучше меня понимаете. Что должно стать вот этой пружиной, что толкнет Россию к демократическим изменениям? Простите, что я сейчас об этом. Только свержение Путина. Я надеюсь, что мы дождемся раскола элит, потому что 99%, я уверен просто, считают Путина безумцем, но пока не понимают, как от него избавиться. Смотрите, вы вот уже в который раз говорите, безумец, Путин сошел с ума, тогда просто где те санитары, которые придут и сделают свою работу? Наденут сверечебную рубашку. Да и когда? Слушайте, вот если я бы знал бы, да. Если я бы знал бы, давно бы всем рассказал, да. Но мы сами ждем, мы сами ждем этого раскола элит, все для этого делаем, чтобы этот раскол элит произошел. В том числе и санкции, которые Запад ввел, он же ввел их не только против экономики, но и против ближайшего окружения Путина, против крупных компаний. Поэтому сейчас часть элит пребывает в шоковом состоянии, мы просто ждем от нее каких-либо действий, потому что на протест мирный надеяться абсолютно не приходится. А те 30%, кого мы говорим, это мирные люди, которые не готовы взять оружие, пойти кого-то убивать или стрелять. Это, скорее всего, точно такие же протестующие, как были в Белоруссии, помните, они снимали кроссовки, чтобы встать на скамейке. Это люди, которые не приемлют никакого насилия. То есть все-таки дворцовый переворот, да? Вы рассчитываете на дворцовый переворот? Я считаю, что это единственный сейчас возможный выход из ситуации, потому что Путин окружил себя 300, даже 400 тысяч на Росгвардии, плюс ФСБ, плюс ОМОН, плюс ПЭД-служба, плюс личная охрана. То есть это армия в три раза больше, чем та, которая сейчас вторглась на территорию Украины, надо просто понимать по численности. То есть Путин последние 20 лет финансировал свои собственные спецслужбы. У нас Росгвардия в два раза больше, чем армия Германии, вы должны просто понимать, вооружены. Вот там практически нет сейчас никакой возможности с помощью мирного протеста на что-то повлиять. Более того, если вы напишите в соцсетях «Война», вы получите 15 лет тюрьмы. Просто там сейчас террор. Прям террор против собственного народа и фашизма, который обыкновенный фашизм в действии не только на территории Украины, но и у нас. Поэтому мы, ну, по крайней мере, я думаю, что каким-то образом собственные элиты, если они вообще хотят каким-то образом спасти свои собственные шкуры, они вынуждены будут найти способ каким-то образом избавиться от Путина. Спасибо. Благодарим вас, Дмитрий. Да, за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши комментарии и мнения. Дмитрий Гудков, российский политик та громадский деяч. Щойно был из нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!